Друзья, всем огромный привет! Вы на канале Ришка Испенза и в этом ролике я хочу рассказать вам свои впечатления от косметических средств, которые закончились у меня в январе 2023 года. Если вам эта тема интересна, то оставайтесь со мной и я надеюсь, что вы приятно используя и проведете время на моем канале. Начну я с антиперспиранта от марки Арифлейм, линейка Активелли. Данный дизерант называется Экстрим и обещает 72 часа защиты. Но, конечно, я не проверяла, моемся мы все гораздо чаще. 150 мл объем у этого средства косметического, великолепнейшая просто степень защиты. Отдушка не конфликтует с парфюмом и данный дизерант не оставляет следов на одежде. Довольно. И сейчас вот именно фаворитом в плане дизерантов является Арифлейм именно с фиолетовой крышечкой. Он мне даже больше понравился, моего любимца с серой крышечкой. В общем-то, пока ему пальму первенства отдаю. Закончила я лосьон-спрей для тела освежающей от Avon Naturals, линейка Aloha Manoy. Очень понравился мне этот спрейчик. Здесь 100 мл объем. Я когда ароматизированную страничку в каталоге тестировала, мне показалась очень резкой и неприятной оттушкой. Я поэтому эту линейку себе не приобретала. Этот спрей мне подарили. Я хочу сказать огромное за это спасибо, потому что в лучшую сторону я мнение об этой линейке изменила. Хотя, как говорится, уже поздно. Ее сейчас нет в каталогах Avon. Очень приятный тропическо-цветочный аромат. Чувствуется нотка кокоса, но она не раздражающая, очень такая сглаженная. Большим удовольствием этим лосьоном пользовалась. Закончила я средства от белорусской марки Vitex. Это 2 в 1 гель для душа и пена для ванны. Кофе Свитц. 250 мл объем. У этого продукта была кремовая консистенция, он был бежевого цвета. От душка кофейно-шоколадный десерт с орехами. Аромат шоколада, к сожалению, на моей коже дает кисловатую ноту и плюс еще орехи. Добавили какую-то горечь, поэтому в качестве гель для душа мне этот продукт не понравилось использовать. Но, как у пены для ванны, душка раскрывалась более приятной и в общем-то в таком качестве я это средство и доиспользовала. Пенообразование среднее и кожу подсушивает. Данный продукт нужно было использовать крем для тела после принятия с ним в ванной. Закончила я гель для душа «Карамельное настроение» линейка «Лавли Моменс» от компании «Фоберлик». Прошлогодний и новогодний лимитка. 200 мл объем, кремовая консистенция, бежевого цвета. Был гель от душка «Риски Меллер». Очень вкусный, тянулась к нему рука постоянно. Пока его не закончила, другими гелями даже пользоваться не хотелось. Очень хорошо пенился данный продукт. Кожу не сушил, понравился. Но эта лимитка повторить, наверное, уже нельзя. Закончила я еще один гель для душа. На этот раз от компании «Арифлайм», линейка «Лав Нейча», «Айс Попс», «Пэйшн Фрут» и «Пенэпл». Так, маракуйя и ананас, по-моему, так переводится. Гелевая консистенция, очень густая, экономичный расход, ярко-желтого цвета был продукт. Прекрасно пенился, приятный аромат тропических фруктов. Очень охлаждал кожу. Я даже умудрилась несколько раз замерзнуть, когда мылась с этим гелем. Конечно, лучше его использовать в летний период времени. Вот застоялся он у меня в запасах, и поэтому по сроку годности пришлось пользоваться им зимой. А так, конечно, для лета, на жару это будет совершенно потрясающе. Но вот так вот иметь в запасах большое количество косметики. Есть в этом и положительные моменты, но и без отрицательных не обходится. Еще один гель для душа, Синергетик, цветущий инжир и лотос. Большой объем, 380 мл. Гелевая консистенция и очень-очень жидкая. Большой расход из-за этого у этого средства был. Пенообразование хорошее. Кожу гель не сушил. Что касается отдушки. Когда я послушала ее из упаковки, не впечатлило меня абсолютно такое ощущение, что гель не пахнет ничем совершенно. Но при соприкосновении с водой он раскрывается очень интересно, нетривиально. Абсолютный унисекс, на мой взгляд, аромат. Вы будете им с удовольствием, мне кажется, пользоваться вместе со своей второй половинкой. Очень классный. Я бы даже не отказалась от парфюма с таким ароматом. Но вот единственный недостаток у него большой расход, потому что жидкое средство. А так по качеству и по качеству отдушки и по качеству воздействия на кожу очень хороший продукт. Закончился у меня сахарно-соляной скраб «Роза и вино» от крымской мануфактуры «Дом природы». Я обожаю скрабы этой марки. Они очень жесткие. Вместе с тем в своем составе содержат масла, которые дополнительно ухаживают за вашей кожей. Эффект великолепнейший. Отдушки всегда интересные. Это не стало исключением. Очень довольна, что этот скраб был у меня в использовании. Следующее средство я не закончила. Выбрасываю, к моему большому сожалению. Это смываемый бальзам для душа. Лимитированная новогодняя коллекция от Ифраше с Карите. Не понравился мне этот продукт ни по отдушке, ни по своему воздействию на кожу. Отдушку я бы могла простить, но дичайше иссушивал мне кожу этот смываемый бальзам. Я сначала грешила на гели для душа, но потом провела эксперимент. В общем, если я не пользуюсь этим смываемым бальзамом, так сильно кожу не стягивала, не скукоживала. В общем, чувствовала она себя комфортно. Но вот после этого бальзама просто ужасно. Я, конечно, разочарована. Средство дорогое. И впервые я такой негативный отзыв оставляю на продукцию компании Ифраше. Я даже никому не хочу предлагать его из своих подруг. Потому что вдруг у них такая же негативная реакция на кожу будет. Срок годности еще хороший. Но такое разочарование меня постигло. К моему большому сожалению. Закончила я антивозрастной крем для рук. Новый для меня бренд Icon Skin. 75 мл объем был у этого крема. Белого цвета. Довольно-таки густой. Экономичный в использовании. Отдушка несколько ретро. Напомнила мне косметику моей мамы. Косметику советского производства. Никакого негатива. Мне даже было приятно им пользоваться. Хорошо напитывал кожу. В основном его на ночь использовала. Ну и днем могла. Когда, допустим, не планировала работать с бумагами. Или читать книгу. Потому что все-таки ему нужно время, чтобы впитаться. Но эффект на коже неплохой. Не могу сказать, что я там безмерно впечатлена и покорена этим косметическим средством. Повторять не буду. Хочется что-то еще новое попробовать. Но в целом неплохой продукт. Довольно, что познакомилась. Не закончила, но выбрасываю по сроку годности. Биовоск укрепляющий для ногтей кутикулы от марки DNC. Хорошее средство. Очень экономичный расход. Хорошо ухаживает за кутикулой. Использовала его в тех случаях, когда нужно было, допустим, перед съемкой видео, экстренно привести ручки в порядок. Потому что у меня очень проблемная кутикула. Сохнет быстро достаточно. И, в общем-то, вот это средство помогало мне ухаживать за этой зоной на руках. Но, к сожалению, вышел срок годности. Прощаюсь. Нужно будет что-то подобное посмотреть. Рассмотреть к покупке. Переходим к средствам для лица. Закончился у меня освежающий тоник. Черный жемчуг. 200 мл. Объем упаковки. Это уже не первая, даже уже не вторая упаковочка у меня в использовании. У него жидкая консистенция. Приятная нежная отдушка. Он хорошо влажняет, освежает кожу. Увижу еще в продаже по хорошей цене. Повторение и покупки не исключаю. Потому что действительно достойный продукт. Я им довольна и могу рекомендовать. Закончилась у меня миниатюрка от марки Герлен. Это укрепляющий лосьон для лица с маточным молочком. 40 мл. Здесь всего было. Это, знаете, для меня было такое ленивое уходовое средство. Оно отлично увлажняло и напитывало кожу. Разглаживало ее поверхность. Было комфортно ощущать на лице, несмотря на маслянистую текстуру. Шикарнейшая просто дорогая отдушка. Очень экономично в расходе. На лето данный продукт был тяжеловат. Даже на вечернее использование. А вот зимой, поздней осенью я прекрасно и с большим удовольствием им пользовалась. Настолько самодостаточный продукт, что мне зачастую после него не хотелось ни сыворотку, ни крема какой-то наносить. Достаточно его было для моей кожи. Ну и воздействие совершенно замечательное. Закончился у меня пробничек корейского крема Urban Eco от марки The Same. Здесь, наверное, один миллилитр всего. Средства я даже не вижу. Кремовая, ну довольно-таки плотненькая консистенция. У этого продукта он был белого цвета. Очень экономичный в использовании. С приятной отдушкой. Хорошо увлажнял кожу лица. Напитывал ее. Я осталась довольна. Ну, я вообще люблю парейскую косметику. Часто об этом говорю. И стараюсь в основном в уход выбирать продукцию именно этой страны. Попробовала я энергизирующую биомаску для лица с натуральным скрабом от марки Evelyn. Апельсин и лайм. Здесь 10 миллилитров объем. Консистенция у нее была гелевая, но очень-очень густая. Тяжело было ее распределить по коже. И вот эти 10 миллилитров полностью на одно применение ушли. Цвет у нее был ярко-рыжий. Вот в окошечке. Вот именно вы можете видеть. Вот именно такой он был. Родушка химозного апельсина, который больше подойдет бытовой химии, нежели уходовой косметики за лицом. Есть вкрапление скрабирующих частиц. Ее нужно было нанести на очищенную от макияжа кожу на 15 минут. В начале использования она немного пощипывала. Затем ее нужно было смыть теплой водой, массируя кожу круговыми движениями. Видимо для того, чтобы вот эти скрабирующие частички работали на нашей коже. Но они просто ввязли вот в этой гелевой консистенции маски. И никакого скрабирующего эффекта на своей коже я не получила. Смыть маску с лица без спонжа также было очень проблематично вот из-за ее консистенции. Но в целом очищающий эффект на кожу она оказала. На коже она не застывала, коркой я имею ввиду аллергии не вызвала, но абсолютно не впечатлила. В общем, я повторять не буду. Не знаю, если хотите, конечно, попробуйте. Я бы не советовала тратить на нее деньги. Тканевые маски. В январе я использовала увлажняющую маску для лица от бренда Images. У нее была мега приятная косметическая отдушка. Лекала тончайшие на подложке. Форма и прилегание к коже просто идеальная. Она хорошо увлажнила кожу, не оставила на лице липкость. Придала ему свежий цвет и ровный тон. Разгладила носокубные складки. Мне очень понравилось. Если я ее увижу в продаже, буду повторять и могу рекомендовать вам за тестом. Следующая масочка от бренда BioAqua. Маска для лица с морскими водорослями. Отличается она от предыдущей лишь отдушкой. Более свежей и травянистой. И тем, что лекала мне была немного великовато на подбородке. Но не критично. Эффект аналогичный. Масочка понравилась. Достойно внимания. Две маски я протестировала от бренда Day Me Low. Первая из них тканевая маска для лица с экстрактом снежного гриба. Заявлена как увлажняющая. Лекала тончайшая, так же как у предыдущих на подложке находилась. Полотно дышащее. Идеально прилегает к коже, но было немного великовато мне на подбородке. Отдушка приятная, сладковатая. Пропитка гелевая. После использования на лице ее немного и остается. И она, знаете, скатывается в крупинки. Нужно дополнительно очистить кожу салфеткой. Это единственный недостаток этой маски. Но подействие она просто шикарная, отлично увлажняет и даже напитывает кожу. Придает ей ровный тон, свежий цвет. Разглаживает носогубные складки. После ее применения кожа очень нежная, гладкая, отдохнувшая, приятная на ощупь. Следующая маска от этого бренда с экстрактом хаутюнии. Заявлена как успокаивающая. Хаутюнии это, оказывается, многолетнее травянистое растение. Я даже специально посмотрела, мне было очень интересно, что это такое. И примерно вот так она выглядит. Лекало тонкое, на подложке прилегает идеально. Но также немного великое на подбородке мне было. Отдушка у этой маски неприятная, травянистая. Пропитка, как и у предыдущей, гелевая. Но в кожу впиталась полностью, не скатывалась. Как у маски с экстрактом снежного гриба. Кожу увлажнила и напитала. Но никакого другого воздействия не оказала. То есть ни тон не выровняла, ни цвет не освежила. Ну, в общем, как-то не особо она мне понравилась и впечатлила. Несмотря на то, что предыдущая маска скатывалась на моей коже. Но я бы ее рекомендовала к покупке. А эту все-таки, наверное, нет. От Medihel я использовала маску с чайным деревом. Лекала формы удобной, но очень плотная. Поэтому при использовании в некоторых местах отходит от кожи лица. Но по действию маска неплохая. Увлажняет, напитывает. Свежий цвет, ровный тон. В общем, такая твердая хорошистка, я бы сказала. Не могу сказать, что я буду ее где-то искать, чтобы повторить. Но ругать резона тоже не вижу. Ну и немножечко расходников мне осталось вам показать. Каждые пустые баночки показываю и хвалю. Влажные салфетки от собственной марки магазина «Магнит. Нужные вещи для оптики». Хорошо очищают поверхность линзы, не оставляют разводов. Я ношу очки. Это мой маст-хэв. Понравились мне салфетки по уходу за обувью. Доктор Ваксон. Интересны они тем, что можно использовать также для обуви из замши. Отлично очищают, придают блеск довольно. Ну и последнее, что я хотела бы показать. Я увидела в пятерочке новую для себя марку ночных гигиенических средств для женщин. Мипау она называется. Здесь было 10 штучек и стоила эта упаковка в районе 80 рублей. Без акций, что очень экономично. На сегодняшний день хочу похвалить и порекомендовать. Приятная к коже поверхность и хорошая степень защиты. Ну что ж, друзья мои, вот это все, о чем я хотела поделиться с вами в этот раз. Надеюсь, что была вам полезной. Спасибо за просмотр и до новых встреч на моем канале.